Древние, старые церкви, они, кстати, почти все небольшие, потому что, когда турки пришли, они, в принципе, церкви разрешали строить, но не разрешали строить выше турецких, скажем, мечетей. Это понятно, вообще такие построек общественного, так сказать, характера, поэтому церкви в основном маленькие, но там совершенно потрясающие иконостасы, то есть резьба по дереву просто феноменальная. Я уже упомянула вот иконы, это, так сказать, то, что идет уже, так сказать, с давних времен, очень красивая национальная одежда, в Покедоне много, так сказать, разных и диалектов, и групп, которые имеют, как каждый, так сказать, регион свою одежду, одежда очень-очень красивая. Ну, могу сказать, что в Македонии сейчас, уже вот на сегодняшний день, очень развита архитектура, строится очень много зданий, но тут, правда, мне, так сказать, лично не все нравится, потому что раньше югославская архитектура имела свое лицо, здания были узнаваемы, это, в основном, бетонное стекло, но, тем не менее, это было, в общем, стильно, это было по-югославски. Сейчас, почему-то, македонцы решили все больше строить здания с такими греческими, я бы сказала, портиками, колоннами и так далее. И вы можете себе представить, если это все приклеивается уже, так сказать, сделано заранее, то есть все это фальш-панели, я имею в виду, то мне видится, что это не, так сказать, долговечно, это уже не так интересно. Когда люди вручную это все вырезали, это понятно, что это имело огромную ценность. А сейчас есть ли в этом смысл, я не знаю. Но могу сказать, что вот года три назад открыли в скопе, как говорят македонцы, старый новый театр. То есть тот театр, который, македонцы знали всегда, это был, так сказать, хороший театр, но который, к сожалению, разрушило землетрясение. И вот долгое время такого здания, такого театра в столице не было, но сейчас вот он и есть, и это, так сказать, тоже очень радует. Очень много.